Музыка и акция. Музыка и акция. Кого из артистов буквально выживали из дома? Обезумевшие фанатки. Я открываю глаза и говорю, ты как сюда попала? Она говорит, через форточку. И тут я как закричал. Я говорю, слушай, что ты хочешь? Что мне сделать, чтобы ты ушла? Она говорит, я хочу посмотреть, как он спит. Маньяки-сталкеры и отравленные подарки. Что из этих жутких историй на самом деле было фейком для желтой прессы? Сами придумывали какие-то там истории про фанатов, потому что так надо. Чтобы интересно было. Пиарщикам вот уже нечего придумать, и они запускают эту идею. Голая правда. Кем оказался на самом деле сумасшедший фанат Ольги Бузовой? Это была подстава. Я только недавно узнала, что это была подстава. Больше, чем просто фанат. Кто из селебов обзавелся поклонниками-спонсорами? У меня были люди в жизни, которые просто за возможность со мной встретиться и поужинать, или там пообщаться. Платили больше, чем по 100 тысяч евро. Следующий ход от вас ко мне в квартиру. А кто вместо благодетелей приобрел армию хейтеров и даже маньяков? Он купил пистолет, начал рассказывать, что он там меня застрелит, как в фильме о телохранителе, там типа на сцене. Он приписывается сам с собой и говорит о том, что мы уже где-то полтора года встречаемся, что я его игнорирую. До чего может довести идолопоклонство? И кому из звезд пришлось расплачиваться за славу собственной жизнью? Мистер Ланнен? Лето 2022 года. Леонид Агутин приезжает с концертом в суровый уральский город Миас. Но звездный час ему приходится разделить с незваным гостем. Кто из них оказался безумным, это еще вопрос. Фанат решил попросить у звезды автограф прямо во время выступления. Агутину пришлось вспомнить уроки самообороны. Весь интернет запестрил заголовками, мол, артист посмел ударить поклонника. Ту же участь, что и Агутин, разделила Карди Би. Рэперше пришлось отбиваться от фаната, схватившего ее за волосы. Она же и осталась крайней. Карди Би избила микрофоном пристававшего фаната на концерте. Вот поклонница Максим выскакивает на сцену и едва не выворачивает артистке руку. Максим падает и еще несколько секунд не может оправиться от потрясения. Впрочем, она еще легко отделалась. Участникам группы «Руки вверх» на пике популярности приходилось куда тяжелее, вспоминает Алексей Потихин. Девчонка убегает на сцену, она прыгнула с ногами на Сергея, то есть реально зацепилась вот так на него и закусила ему ухо. И висит и так. Охранник подходит, начинает ее отрывать. А чем больше он ее отрывает, тем больше она прикусывает ему мочку уха. А я смотрю, Серега весь красный, бледный уже, то есть он весь поменялся в цвете, потому что это очень больно. Казалось бы, какой вред артистам и их телохранителям могут нанести хрупкие девчонки-подростки? Алексей Потихин уверяет, они-то как раз и есть самый опасный тип поклонниц. По его словам, вразумить школьниц и призвать к спокойствию просто невозможно. Остается одно – бежать. Мы идем, а потом я случайно поворачиваю голову, и вот эти все три тысячи бегут в нашу сторону. Я говорю, Серега, ноги. Три тысячи человек не смогут задержать там ни пять, ни шесть, ни семь телохранителей. Это вот эффект толпы, когда человек может завестись, бросать какие-то вещи в кумира. Я бы даже это классифицировал как состояние легкой невменяемости, аффекта. Чем популярнее кумир, тем больше армии его на все готовых фанаток. А потом про меня пишут. Шоу Джастина Бибера в Штатах. Или фан-встреча с Егором Кридом. Я смогла сегодня его огнять. Везде наблюдается одна и та же картина. Как любовь к исполнителю перерастает в опасный фанатизм. И насколько самим звездам нужно это идолопоклонство. У меня машина, на ней пленка. Она зеркальная. Местные дети из нашего дома постоянно, как только на ней образовывается пыль, пишут на ней «Я тебя люблю». И эта зеркальная пленка царапается. И все эти надписи остаются на пленке. Мне приходится ездить ее шлифовать каждый раз. Дети, я вас умоляю, я знаю, что вы меня любите. Пожалуйста, не надо портить мою машину. На случай неожиданной встречи с фанатами Карина Кросс уже выработала собственную тактику. Сохранять спокойствие и невозмутимость в любой ситуации. Даже самой непредсказуемой. Один раз я стояла в пробке, из соседней машины вышел мужчина, открыл дверь, сел ко мне, говорит, давай сфоткаемся. Я говорю, да, давай. Он сфоткался, вышел, закрыл дверь и сел в свою машину. Иногда поведение поклонников выходит за грань нормального и становится опасным. И угрозы всякие, и под машину кидались. Одну я вот девушку возил на капоте, так вышло, она сама выпрыгнула. А вторая меня как бы чуть было не убила. Ну, какая-то девчонка постоянно, ну, искала мои там локации. Она уже караулила около нашего офиса. И в момент, когда вот этот сталкер настиг меня вообще в очень ожидном месте, я прям была готова, у меня была реакция мгновенная. И я сразу же на нее наехала. Я ей сказала еще раз, чтобы я больше ее не видела, чтобы она не занималась ерундой. Сейчас поклонники могут следить за своими кумирами в соцсетях. Благодаря интернету звезды стали ближе и больше не кажутся сверхлюдьми. Совсем иначе было в 80-е и 90-е годы. Время расцвета нездорового фанатизма. Путь с собой унесет ветер безумный. Море, 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 море. Классно, супер. Сколько лет слушаете и наблюдаете за творчеством? 15 лет. С 15-летним стажем. Много фотографий насобирали? 300, 300 с лишним штук. Появление группы «Ласковый май» на советской эстраде вызвало чуть ли не помутнение рассудка у половины женского населения страны. Продюсер коллектива Андрей Разин рассказывает, опаснее всего для молоденьких артистов были фанатки, которые маниакально преследовали их в гастрольных турах по разным городам. Это богатые в основном были девицы. Селились там, где группа «Ласковый май». В городе Иваново одна фанатка по балкону спускалась по связанным простыням. Она целилась в Юре, но попала в мой, но повисла, не смогла открыть окно. И когда я уже услышал стук в окно, я не поверил своим глазам. Подхожу к окну, висит девушка. Женской любви и девичьего безумия сполна отхватили и участники группы «Нана». Пойна, 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 пойна. Поклонницы все готовы были отдать, чтобы оказаться на месте Фаины. А когда вдруг оказывались, себя не сдерживали. Мы специально делали такой номер, чтобы вызывать поклонниц на сцену. Одевались в специальные такие костюмы для того, чтобы как раз раздирать. То есть мы из-за этого, то, что фанатки делают за кулисами, мы решили сделать из этого номер. Ну, Вовку разодрали один раз на концерте. Ну, весь костюм просто полностью. Хорошо были вот цветы, охапку он схватил, вот такие розы. И просто практически, ну, голый стоял на сцене. Чтобы хоть как-то оградить себя от внимания назойливых фанаток, артисты даже выработали собственные лайфхаки. Например, группа «Иванушки Интернешнл» придумала план побега с вокзалов. Нам подарили ключи, мы с той стороны открывали дверь в вагоны, спрыгивали на рельсы с той стороны и бежали до вокзала, там достаточно высоко, подтягивались, чтобы вылезти на платформу, и уже бежали по вокзалу. И вот такая картина, когда ты бежишь, и за тобой Андрей, видели меня, и за тобой там полторы тысячи девушек прям бегут. И вот прям норму ГТО сдавали. Иванушкам все это, похоже, напоминало веселое приключение. Гораздо тяжелее приходилось родным музыкантов, которые к такому вниманию не привыкли. Мария, бывшая жена Андрея Григорьева-Аполлонова, до сих пор вспоминает, как одной ночью такая влюбленная до безумия поклонница оказалась гораздо ближе к ней, чем хотелось бы. А у нас она влезла в квартиру через дверь. Он лег спать, а я не понимала, что мне с ней делать. И она сидит на полу в гардеробной, и я говорю, ну, тебе как бы пора. А она говорит, я никуда не пойду. Я говорю, слушай, что ты хочешь, что мне сделать, чтобы вот ты ушла? А она говорит, я хочу посмотреть, как он спит. Ты после этого уйдешь? Она говорит, да. Я открываю дверь спальню, я говорю, ну, да, смотри. И вот она посмотрела, разрыдалась, и я ее спокойненько уже так это выпроводила. С тех пор прошло больше 20 лет. Фанатки повзрослели, образумились, хотя на фан-встречи ходить продолжают до сих пор. Караулили, мы фотографировались, поджидали около радио, потихоньку так познакомились, стали дружить, дружим с семьями. Все равно прикольно видеть девушек, которые были девочками, которые любили не так, как сейчас, так вот, а вот так вот прям, вот так прям. Некоторым звездам и их семьям даже после смерти поклонники не дают покоя. Например, родным Виктора Цоя. После его смерти приходили ребята, фанаты, звонились очень часто в дверь. А вы знали? А вы видели? А у вас нет какой-нибудь шнурочек или пуговку? Ну, что-нибудь. С первого по восьмой этаж был в доме исписан подъезд. В нем жили люди, звонили в дверь, меня пытались забирать из детского сада посторонние какие-то, значит, люди с непонятными целями. Ими, наверное, двигали какие-то светлые идеалы, их любовь к отцу. Но для ребенка это не классная ситуация. Пытаться вразумить фанатов звезды по имени Солнца было бесполезно. Сами того не осознавая, поклонники буквально выживали жену и сына Цоя из дома. По этой причине в конечном счете семья переехала отсюда, потому что Марьяна больше жить здесь не могла, она боялась за Александра. И там, например, в начале 90-х они поменяли эту квартиру, переехали в центр Петербурга. Где проходит незримая грань между фанатом и фанатиком? И кто из артистов стал жертвой самых настоящих сталкеров? Чего еще хочешь ты сейчас больше всего? Больше всего чего? Увидеть, увидеть жену. Тем временем псевдо-жена поджидает Филиппа у выхода. Еще в те времена, когда молодой Киркоров только начинал карьеру, появилась, пожалуй, единственная женщина, которую боится поп-король. Ее имя – Татьяна Пушина. Она нарекла себя супругой артиста и много лет пыталась вернуть его домой. Ну что, поехали кататься? Дома. Моя твоя жена, Татьяна Пушина. Почему они ко мне? Все, все, все ко мне. Почему? За что? Возникает неоднозначная ситуация. Махнуть рукой и уйти? А судят за презрительное отношение к фанатам. Спорить с подозрительной особой вряд ли самозванку могут убедить разумные аргументы Филиппа Бедросовича. Это ж мне смело со всю ночь сегодня. Но это не значит, чтобы моя жена... Ты меня поднял на руки, потом опустил, поставил. Ну где-то не значит, чтобы моя жена... Она узнала гостиницу, где живет Филипп, пела песни до утра. В этой гостинице жила и Алла Пугачева. И она была в ужасе от этого. И она даже Филиппу сказала, Филипп, ты давай разберись, спать не дает человек. И Филипп уже не знал, куда, конечно, деваться, потому что он был в ужасе. На этом видео совершенно видно, что человек болен. Я могу сказать, что требуется консультация психиатра и подбор лечения. Я думаю, если бы они один на один оказались, она бы более активно действовала. Главное – это не вступать ни в какой контакт. Ни в зрительный, ни в речевой, потому что это может спровоцировать человека на какие-то действия. Она непредсказуема. Она также могла разозлиться, кинуться с чем-то или что-то в сумки принести. Между тем, поп-король не единственный, кого пытаются окольцевать фанатки. Да, она вот где-то здесь сейчас в кустах, я вас уверяю, да. Она из кустов однажды кидалась на все машины, думая, что это я, потому что ночь была. Нету цели конкретной. Есть просто святая вера в то, что вот мы созданы друг для друга. Не могу донести, что ты мне как бы, ну вот, я не хочу тебя видеть там, потому что ты меня… Я чувствую только отвращение и опасность как бы. Наивысшим уровнем фантазии является вступить в брачное отношение с кумиром. Потому что помимо того, что он кажется идеальным, естественно, это объект сексуального желания. Я тебе рожу много прекрасных детей, я тебе обеспечу суперкомфорт. Пожалуйста, обрати на меня внимание. Отсюда и фантазии поклонницы о внебрачных детях. Фантазии, которыми страдают даже те девушки, что вживую кумира даже не видели. Такое количество беременных от Юры женщин, такое количество дам, которые требуют, чтобы Юра немедленно усыновил их детей, рожденных от тебя же. Какой же ты гад, как ты бросил этих людей, а? Из 30 сообщений 29 посвящены твоим детям. Юра удивленно вскидывает брови, он не понимает, о чем идет речь. Бабушка моя, когда была жива, приходили тоже юные особы, так сказать, говорили, что вот у меня есть ребенок от вашего внука, вот посмотрите, и вот мне негде жить. И она их спускала с лестницы, фигурально выражаясь. Навязчивый жених некоторое время назад преследовал и Анастасию Волочкову. Мужчина написал журналисту Денису Сорокину и просил ей передать, что хочет от прямо детей. Этот мужик увидел в передаче нас с Настей Волочковой вместе, он решил, что у нас безумный страстный роман, он говорил, что ты не должен быть рядом с Настей. Каждый день просто безумие, я просыпался, у меня было по 500, по 600 сообщений. Парадокс. Но от таких поклонников иногда бывает и польза. Что еще может так подогреть интерес к звезде? Если артист, может быть, не в топе или сейчас нет другого информационного повода, то это как раз таки то, что заинтересует журналистов, о чем можно написать, если писать не о чем. Кто они, обезумевшие фанаты? Настоящие пациенты врача-психиатра? Или актеры, которые играют свою роль в спектакле про популярных суперзвезд? Я только недавно узнала, что это была подстава. Лето 2017 года. Москва. Ольга Бузова, которой, как она поет, больше не больно, исполняет свой хит. Как вдруг к ней присоединяется обнаженный мужчина с букетом цветов. Увидев, мягко говоря, подозрительного фаната, Бузова не бежит, не отмахивается. Она продолжает петь, да и букет принимает. Голый зритель целых 15 секунд находится с ней на сцене. Лишь когда он спускается, в чем мать родила в зрительный зал, его принимает охрана. На следующий день СМИ пестрят заголовками. Бузова спела дуэтом с голым фанатом. Казалось бы, какое потрясение для бедной Оли. Вот только за 6 лет до этого поклонники уже видели нечто подобное. Подозрительно похожий мужчина, тоже голый, тогда выбежал на сцену к Николаю Баскову. Дай ему свой букет цветов побольше. Я даже даже его прикрою. Кошмар, розец какой. Да не-не-не, дай ему видишь штучку. Ой, господи, прикройте вот это вам, конечно. И снова охрана, которая обычно напичкана все подходы к сцене, почти полминуты ничего не предпринимает. Все прояснилось, когда спустя время в интернете появилось это видео, на котором ведущий концерта и тот самый фанат обсуждают его перформанс. Просто вот есть два варианта, что ты вот где-то здесь раздеваешься, бежишь, и потом на сцену, когда Бузова поет, на сцену туда вылазишь. Светами? Светами. Дело началось в ночном клубе. Участвовал в конкурсах во всяких трешовах. Побеждал у них ведущий с микрофоном. Говорит, слушай, давай с Бузовой прикол устроим. Нужно типа выбежать голым абсолютно. Это было запланировано. Охрана была в курсе. Под белой рученьки меня со сцены аккуратненько стащили. Охранник потом вещи мои нес минут 15. Что же получается? Фанат оказался подставным и Баскову с Бузовой не травму психологическую нанес, а лишь добавил хайпа. Я только недавно узнала, это была подстава. Я только недавно узнала, что это была подстава. Но знаете, нужно обнажаться, когда есть, что показывалось. Там не разглядывала, но и не услышала вау с передних рядов. Честно говоря, подозреваю, что была в курсе. Потому что, когда я выбежал, такое чувство было, что она уже меня ждала. Конечно, Ольга уверяет, что о готовящемся выходе ее никто не предупреждал. Впрочем, волей-неволей такие случаи заставляют задуматься. А что, если неадекватные фанаты не такие уж и неадекватные? Этакие поклонники-оборотни, которые сегодня помогут звезде устроить шоу, а завтра поддержат рублем. В 2019-м, после трехлетнего перерыва, Шура выпускает клип «Слушай». На вопрос, во сколько ему обошлись съемки, прямо не отвечает. Ой, я откуда знаю? Знаешь, мне дороже денег. На ум сразу приходит цитата из советского кинохита. Минуточку. За чей счет этот банкет? Кто оплачивать будет? За чей именно счет, Шура и не в курсе. Знает только, что у него появился некий щедрый фанат, который предпочел свою личность не раскрывать. Откуда я знаю? Я не знаю этого человека. Позвонили, сказали, готовьтесь, снимаем клип. Сказали, приготовить три костюма и прислали на почту сценарий. Мы прочитали, согласились. Я не уделюсь, если банкет где-то заказан. И мы когда закончим, мы еще куда-то заехать должны. Может, там мы его и встретим. Или ее. Ну, кто это? У певца Шуры есть несколько обеспеченных поклонниц, которые живут в престижном районе Москвы. И они всегда Шуре помогают, в том числе и финансово. Шуру любят богатые тетки. Вот. И он этим пользуется. Мужчина, подарите мне квартиру. Здесь его мужчина. Женщина, подарите мне квартиру, если вы живете. Следующий ход от вас ко мне. Квартира. И эта Шура еще скромничает. Принимать дорогие подарки и внимание от своих благодетелей наши звезды, видимо, не стесняются. Анна Семенович рассказывает поклоннике, что побогаче, не раз пытались купить ее внимание. Предламывали даже деньги какие-то за секс, за что-то. Я никогда этим не пользуюсь. Поль, по-моему, я уж не помню. Одной моей принятельнице, ты знаешь, 300 тысяч долларов за... Ну а если артисты отказывают, обеспеченные фанаты обходятся и личной встречей. Все лучше, чем стоять в толпе у сцены. У меня были люди в жизни, которые вот просто за возможность со мной встретиться и поужинать, или там пообщаться, платили больше, чем по 100 тысяч евро. А ты знаешь, были люди, с которыми я встречалась, соглашалась, да. И, кстати, они многие помогали моим концертам. У каждого артиста есть друзья, которым очень нравится этот человек. Которым нравится его творчество. И, как правило, друзья это обеспечены. Вот, например, Ирина Олегова и друзья несколько лет тому назад подарили Майбах. Понимаете, ну, какой звезде просто так подарят Майбах. Насте Волочковой несколько лет назад тоже подарили Майбах. Тоже поклонникам. Пока одни звезды козыряют состоятельными поклонниками, другим тоже необходимо подогревать интерес к себе. В 90-е и нулевые, казалось, каждая уважающая себя девичья группа должна была иметь личного маньяка. Так, например, не успела очередная солистка блестящих Настя Осипова сменить свою предшественницу, как у нее тут же появляется таинственный преследователь. Он мне загидал сообщениями, ну, я не знаю, штук, наверное, 15. В итоге он позвонил. Я сбрасывала раз пять, наверное, не помню, сколько точно. Мне кажется, раз пять. Где-то в 4 утра приходит сообщение. Спишь? Друг мой. Видите, спишь? Когда новости об угрозах перестают будоражить общественность, появляются новые заголовки еще круче. Настя Осипова сломала ногу, убегая от маньяка. Наконец популярность группы спадает, пропадают и заголовки. Чем закончилась история одержимого фаната Насти Осиповой, так и осталась тайной. Как и ответ на вопрос, а был ли мальчик? Скорее всего, карманный маньяк. Один и тот же, он по очереди у нас. Мне кажется, это просто пиарщикам уже нечего придумать, и они запускают эту идею. Когда вы считаете о том, что ее или его преследует какой-то маньяк, это все надо делить на 25. Я думаю, что все эти блестящие, свистящие, стрелки и белки, они все это выдумали. Потому что, в принципе, несмотря на то, что их песни звучали по телевизору, они никогда не были в топе. Мог им, конечно, написать какой-то парень из села, и я хочу с тобой замутить. Обращать внимание только стоит тогда, когда артист обратился к правоохранительному органу. Тогда действительно эта ситуация серьезная. Чуть ли не о покушаниях на свою жизнь однажды рассказывал в интервью на федеральном канале и Сергей Жуков. Девочка, она принесла коробку очень вкусной выпечки. Я позвал всю группу, говорю, ставьте чай. И пошел в душ и захватил письмо ее с собой. Там, Сереженька, спасибо, я наконец-то дождалась, что ты приехал. Как это здорово. Вот тебе мои угощения. Я надеюсь, что яд уже идет по твоему телу, уже доходит до твоего сердца. Прошло много лет, и коллега Жукова по сцене Алексей Потихин уверяет, и эта история была придумана артистами. Серега рассказывал по поводу того, что хотели что-то там отравить, но это мулька, она была, потому что фейк из-за того, что раньше нужно было, чтобы написать какую-то там сенсацию или что-то еще. И вот сами придумывали какие-то там истории про фанатов, потому что так надо. Впрочем, возможно, Потехин что-то путает. Даже если эта история преувеличена, основана она на вполне реальных событиях. В «Звездном закулисье» действительно существует негласное правило с осторожностью относиться к подаркам поклонников. Телохранители некоторых артистов даже досматривают их прежде, чем доставить в гримерку к звезде. Ну, я скажу по практике, те подарки, которые приносят им со сцены, звезды просто оставляют на месте и даже не забирают. Там может быть все, что угодно. Не то, чтобы это неуважение к аудитории, да, просто с каждого концерта везти домой кучу подарков не в правилах, да. Такова печальная судьба фанатского подарка. А ведь многие поклонники тратят на эти сюрпризы чуть ли не последние деньги, чтобы поддержать звезду. Фан-базы следуют за ней по миру. На что готовы пойти их члены ради своих идолов? И как устроены звездные фан-клубы? Существует стереотип. Якобы самые преданные поклонницы это девочки-подростки. В фан-клубе Дима Билана он не работает. В его так называемый клуб друзей входят тысячи людей по всему миру самых разных возрастов. У меня фанатов очень много. У меня было шоу буквально недавно. Переаншлаг. Светлане Бедненко исполнилось 74. И вот уже четверг своей жизни она посвящает любимому исполнителю. В клубе состоит 2009 года. Познакомилась с Димой в 2008. Я посмотрела в его глаза и думала, он же родной. Вот, честное слово, с первого взгляда, родной. Он подумал, что я ненормальная. Он мне потом рассказал сам же. Вот, думаю, ненормальная, честное слово. Потом я говорю, я с ней ничего. Нормальная. Сейчас поклонницы не пропускают ни одного концерта в Москве, Подмосковье, Питере, Сочи. А раньше так и вовсе катались за ним по всей стране. Вначале я, наверное, года 4 ездила практически по всем концертам. Вот, но потом получилось так, что финансы поют романс. Светлану очень хорошо понимают и другие поклонницы. Глава фан-клуба «Егора Крида» Марина Косинова рассказывает, быть фанатом не только трудно, но и дорого. Речь идет о суммах на покупку билета, билета на концерт. Два моих выезда спонтанных совсем. Выходные, концерт в Анапе, концерт в Геленджике. Сумма небольшая, да, 30 тысяч рублей на одного, на два дня. Дорогая поездка, у нас была девочка, она по Европе ездила за ним. Есть где-то концерт, ни о каких деньгах уже не думаешь. Потому что как бы быстрее билет купить. Поклонники ездят в гастрольные туры вслед за исполнителями и целыми месяцами не видят родных. В итоге звезда для них становится чуть ли не ближе, чем члены семьи. Если концерт Димы по телевизору показывают в записи, допустим, из того же Крокуса, все, меня нет, я закрываю, все. И ко мне внучка подойдет, там маленькая, большая, там скажет, бабушка там что-то такое. Уйди, уйди, уйди. Уйди, 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 все, я сужу. Одно дело, когда в фан-клуб вступают люди взрослые и самостоятельные. Другое, когда стать его частью пытаются дети 9-10 лет, которые не могут даже самостоятельно оплачивать поездки за артистом. Чтобы не допускать этого, в фан-базах существует жесткий отбор. В фан-клубе анкеты рассматривают от 1 до 3 месяцев. Ипотеку, говорит, быстрее дают, чем твою анкету фан-клуб рассматривают. Анкетирование. В нем порядка 15, по-моему, вопросов. Начиная от возраста и заканчивая, допустим, каким-то вопросом, связанным с Егором. Как зовут сестру Егора? А какой там у Егора был первый менеджер, фамилия этого менеджера? В некоторых фан-клубах после кастинга действует еще и испытательный срок. В первую очередь смотрят на поведение фанатов. Невменяемым поклонникам в братстве не место. По человеку видно, да, нормально он относится к артисту, или он все-таки сталкер и бешеный фанат. И ты сразу его отдаляешь, то есть ты не зовешь его на мероприятие. Выходят фан-клубы, вопреки стереотипам, напротив, помогают следить за дисциплиной. О пользе таких осознанных поклонников рассказывал и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. У нас было столько поклонников, но настоящая подруга наша была одна, рыжая. Три года практически фанаток, всех держала в страшном таком заперти. Она сопровождала нас, и все фанатки, видя, что идет с нами рыжая, боялись подбежать там или какие-то это, всем стоять, всем стоять, вот так она командовала. Артистам наличие большой фан-базы только на руку. Ведь, по сути, именно от количества поклонников зависит и заработок звезд. Ты точно знаешь, что если у тебя есть какая-то армия фанатов, то они точно купят билет на твой концерт. Если ты будешь выстраивать какой-то большой всероссийский тур, то ты понимаешь, а, в этом городе ты можешь рассчитывать примерно там на 1500, на 2000, в этом городе у тебя активные там 5000 фанатов. И это естественно, вся эта информация отслеживается организаторами концертов при выстраивании правильной логистики. С количеством поклонников растут не только гонорары, но и доходы от продажи звездного мерча. Настоящий фанат порой готов купить любую безделушку, связанную с кумиром. Будь то автограф Ольги Бузовой, который, кстати, еще не факт, что подлинный. Это делает кто-то за меня. И не факт, что вообще это мои автографы. Я могу честно сказать, что я ни разу в жизни за фотографию, за автограф не взяла ни рубля. Били сломанный ноготь Кати Адушкиной, который ее знакомый выставил на Авито за 15 тысяч рублей. Он берет этот ноготь, фоткает меня рядом с ним и выставляет объявление. Ему сразу, конечно, посыпалось огромное количество, не знаю уже сколько там просмотров, но вопросов было очень много. Там все сразу начали просить фотографии, какие-то автографы. Звезды таким ажиотажем пользуются и строят на фанатах свой бизнес. Здравствуй, я твоя мышка, и я твоя мышка, и я тебя съем. Поклонник Филиппа Киркорова Александр Матвеев и его двойник. Он подражает артисту и скупает чуть ли не все вещи из звездной комиссионки поп-короля. Ну, это концертный вариант, я думаю. Более того, поклонник даже влез в кредит ради того, чтобы приблизиться к своему кумиру хотя бы через гардероб. Вот там висела шубка, думаю, я буду не я, если я не куплю. Она стоила несколько миллионов. Не сразу я взял, я пошел в банк, попал с этим кредитом. Непростую ситуацию. Но мне помогают друзья мои вот сейчас выплачивать. В своей любви к Киркорову фанат уже настолько путается, что называет себя его братом. Вот потому что, ну, откуда это все берется, вот эта страсть к сцене. Я же получил два высших театральных образования. Хотя, вот мне кажется, какое-то родство к этому, ко всему. Может быть, я уже как-то в это вжился, я не знаю. Все это было бы забавно, если бы не одно но. Парадоксально, но именно из таких безгранично очарованных звездой поклонников и вырастают самые ожесточенные хейтеры. Кто из селебов столкнулся с буллингом со стороны фанатов? И чего вообще добиваются злобные комментаторы в соцсетях? Простая математика. Число фанатов у топовых звезд, как правило, растет прямо пропорционально армии хейтеров. Есть одна девушка, я не знаю, что у нее с головой, но она постоянно мне пишет, что ты похудела, тебе так некрасиво, у тебя стала большая голова, маленькое тело. Я пишу, хорошо, и что ты хочешь от меня? Она говорит, мне не нравится. Я говорю, ну ладно, тебе не нравится, но мне это нравится. Почему девчонки себя фотошопят? Да потому что постоянно травят, конечно же, приходится себя фотошопить, где-то хузить, не дай бог, какая-то складка там где-то вывалится. Одним злобным интернет-пользователям не нравится форма носа звезды, другим вокальные данные. Рейки негатива льются в комментариях и в личных сообщениях. Оперативнее всего на атаки хейтеров реагируют преданные поклонники. Был-был такой один. Он столько гадостей писал. Он создавал новые аккаунты, он писал, он где какие-то фотографии фейковые размещал. Как мы его там не банили? Говорят, не корми гоблина. Гоблины не сказочные, а виртуальные, прекрасно себя чувствуют на просторах интернета. Они объединяются в специальные сообщества и называют себя антики или антифанаты. Пластические операции звезд, личная жизнь, новый наряд на красной дорожке. Все становится предметом их обсуждения, причем обязательно негативного. Вместо шапочки из фольги и кемундели решила платье себе забабахать. Тужит ослия из себя секс, да вытужить никак не может. Симоза в сторис сидит масло сжиженное рекламит. Сидит, втирает масло в ногти с гель-лаком и после маникюра. Как видите, для каждого из селеб у антиков есть свое прозвище. Каждый день в их телеграм-каналах выходит десятки извительных постов про звезд. Высмеивание и выставить людей, наверное, в свете не таком вылизанном, как они себя привыкли выставлять. Без фотошопов или возоблачения всяких фотошопов. Ну и больше скорее это юмора и общение. Самый крупный антифанатский телеграм-канал «Админ Аншлаг» ведут два редактора. Они рассказывают, это их хобби, на которое они тратят от двух до четырех часов в день. Но, как объясняет админ, это не просто группа для домохозяек от 20 до 50. Оказывается, у антиков есть чуть ли не сеть внутренних корреспондентов-инсайдеров из мира шоу-бизнеса. Мы ходили скорее они, нас. И в основном это были работники закадровой сферы. Закадычные подружки, возможно, даже персонал. Администратор канала объясняет, жертву они выбирают себе не случайно. В зоне риска те селебы, которых антики подозревают во лжи. Пускай даже в использовании фотошопа. Но есть и те, кого они не трогают. Сережа Николазаев. Ну, он прекрасный товарищ, зачем его трогать? Ему нравится. Впрочем, иногда и у самих антиков появляются хейтеры. Видимо, звездам не так уж и безразлично, что пишут о них в соцсетях. Ну, у нас есть информация, что несколько раз проплачивались наши сносы, наши страницы. Так, чтобы люди с нами вступали в диалог, была только Бородина. Ксении Бородиной досталось от антиков за использование фильтров на фото и видео. То есть за попытку себя приукрасить. Таких уколов телеведущая не выдержала. Вот вроде, хочешь приятно сделать людям и записывать видео, а сидят жабы и внешность обсуждают. Я рада, что к 40 годам все красавицы писанные. И видели они меня в жизни, оказывается, и не такая у меня внешность. С одной стороны, антики уверяют, у них есть миссия показать обратную сторону шоу-бизнеса. С другой, ведь столько ценных часов собственной жизни они тратят на обсуждение чужой, какой бы она ни была. Хейтеры – это вот неудачники, которые считают, что в момент хейта, особенно если звезда им ответит, они как-то сравняются. Тоже немножечко звездной славы перейдет на них. Я же крутой, я обхамил звезду, написал гадость, значит, мы вровень. Я смог, хотя понятно, что это в условиях анонимности. Как объясняют психологи, в основе хейта лежат негативные эмоции, зависть, разочарование в кумире или даже крах надежд на соединение со звездой. Жертвой такого виртуального тролля однажды стала глюкоза. Меня преследует интернет-маньяк. Он со мной как будто бы встречается, ссорится, мирится, проклинает, просит прощения. Баню его уже раз десятый, а он все заводит новые аккаунты. Поговаривают фанат, буквально терроризирует семью звезды. Отправляет мужу Наталье Ионовой письма с угрозами. Закатывает самой глюкозе истерики, мол, семейная жизнь не для нее. И жаждет забрать их с дочкой к себе. С маниакальным преследованием в интернете недавно столкнулась и Юля Гаврилина. Меня преследовал парень, вот буквально недавно это было, несколько дней я после этого всегда хожу с охранником. Потому что мы пошли в кино, парень сначала один раз со цветами, такой милый, такой, блин, очень круто. А потом ребята рассказали, что этот парень постоянно написывает мне в директ и думает о том, что мы с ним вместе. И в следующий раз мы пошли в кино, мы выходим из кино и парень стоит вот так. А потом он пошел за нами. Мы проходим мимо него, подходит там водитель, мы все вместе начинаем очень-очень быстро идти, потому что не хочется никаких конфликтов. Да, мы начали прям просто бежать по эскалатору. И этот парень бежал за нами, вплоть до самой парковки. И мы, получается, просто садимся в машину, уже вот так вот закрываем со всей силы дверь. А этот парень стоит где-то метров 500, и он стоит вот так вот сзади машины. Можно ли обезопасить себя от маньяка? И кому из звезд это не удалось? От любви до ненависти один шаг. Опасным для звезды может оказаться любой концерт. В 2019 году выступление Лены Катиной в Польше могло стать последним. Поклонники начали писать, не приезжай, пожалуйста, в Польшу, тебе угрожает опасность. Они видели, что на своей странице один из поклонников то писал признание в любви, то, что он меня убьет. Потом начал описывать, какой он купил пистолет. Рассказывает, что он там меня застрелит, как в фильме о телохранителе, там типа на сцене. Концерт Катина не отменила, но фаната припугнула, написала заявление в полицию. Организаторы со своей стороны нашли этого человека, с ним поговорили. Соответственно, у меня была усилена охрана. Раздали его фотографии, его не должны были пустить на фестиваль. Им не достать, как мы руками. Жертвой угроз не раз за свою карьеру становилась и Яна Рудковская. Сначала продюсера и ее подопечного Дима Билана шантажировали некими компроматами на певца. Звонят, угрожают, угрожают взорвать мою машину, угрожают выиграть меня, там, Диму. Предлагают купить какие-то снимки мои, Димины, которые в природе не существуют. В прошлом году она защищала от угроз неадекватных сектантов уже своего сына. Сын твой умрет 29 декабря. Знаешь, как он умрет? В горле будет нечем дышать, на твоих глазах он будет корчиться и сдохнет. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы его убили люди. Такой жуткий текст написал некто с ником Рудковская сдохни. Неизвестные были зациклены на мысли о том, что они должны принести ребенка Рудковской и Плющенко в жертву, чтобы стать святыми. Железная леди нашего шоу-биза терпеть не стала и подала заявление в полицию. И она правильно сделала и грамотно. Если из аккаунта там поступают угрозы и пишут, что такого-то числа ваш сын умрет, бойтесь нас, то это угроза здоровья и жизни ребенка. Надо привлекать к уголовной ответственности. От трех до пяти лет лишения свободы. Когда нарушителей нашли, выяснилось, что они скорее напоминают не сектантов, а обыкновенных хейтеров, которых у Яны достаточно. Когда мы приехали в полицию посмотреть на этих людей, они сидели, вот, мужчины и женщины. Они сидят в полиции, плачут, там, у нее дочка маленькая. Смысл в том, что, простите, нас. И вот на этих людей смотришь, и я ей говорю, слушайте, а чего я вам сделала плохого? А что они сказали? Они сидят и ничего сказать не могут. Вот не могут сказать ничего. Просто сидят и плачут. Между тем, если хейтерам звезд еще доступны человеческие чувства, то маньяка не остановит ни разговоры, ни заявления в полицию. Один из таких настоящий убийца выслеживал в 80-е годы Аллу Пугачеву. Я столько поводов даю своим недоброжелателям потереть ручонки. Они трут, 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 а потом так смотрят, говорят, что они там, ой, это, и волей-неволей начинают вот так, потому что другого выхода нет. А что, недоброжелателей много? Нет, немного, но крутые. Крутые? Да. Быть может, Пугачева имела в виду своего главного преследователя по прозвищу Бешеный. Осужденный серийный убийца и насильник услышал голос Примадонны по радио в тюрьме и задался целью добиться внимания артистки, чего бы ему это ни стоило. Когда мы говорим о маньяках, о психически больных людях, это люди крайней одержимости. И вот он должен это реализовать, пусть даже там ценой собственной жизни, свободы. Это, конечно, люди страшные. Здесь может защитить только хороший уровень охраны. До поры до времени артистка, по рассказам журналистов, о своей безопасности особо не задумывалась. И к ней даже фанаты пролазили в квартиру. Ее преследовали и в поезде, вот этот маньяк из Курска, который... А так Алла Пугачева всегда был один, единственный охранник, водитель. Вот, и ей, в принципе, хватало. Но при этом было как минимум три попытки, что Алла Борисовна просто могла после которых и не выжить. Охотник на Пугачеву караулил Примадонну возле подъезда. Когда консьержка его не пустила, тогда он решил подождать. По счастливой случайности преследователя задержали раньше, чем он исполнил свою страшную миссию. После этого Примадонна усилила охрану. А у подъезда люди стоят у вас до сих пор? Там, где я сейчас живу, нет. И кто не знает, где вы живете, да? Нет, минуточку. Они знают. Просто они поняли, что на сей раз им там не постоять. У меня очень серьезная охрана. На пороге собственного дома, там, где меньше всего ожидаешь, получил пять пуль в спину кумир миллионов Джон Леннон. Мистер Леннон? Его любили до безумия. И до безумия же мечтали прикоснуться к его славе. Убийцей легендарного Бетла стал сумасшедший фанат ливерпульской четверки Марка Чепмен. Голос внутри меня говорил, сделай это. А потом я впал в шок. Чепмен признался, что страшно завидовал суперзвездя и мечтал прославиться так же, как он. Пускай и таким ужасным способом. Это урок многим артистам. С одной стороны, здорово, что Леннон при своей популярности остался таким вот открытым человеком. К нему же многие и домой приходили. То есть вот это было абсолютно просто. А, наверное, не нужно было так. Одни смотрят на них, как на богов. С уважанием и поклонением. Другие ненавидят за их успех и готовы пойти на все, чтобы его омрачить. Но и поклонниками, хейтерами, а иногда маньяками движет одно. Страстное желание приблизиться к звезде. Мечта о славе. Эта самая ценная валюта в шоу-бизнесе ставится на кон. В итоге слава играет со звездами злую шутку и превращает зрительскую любовь их главный капитал в орудие убийства. Музыка в акшен. 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 Продолжение следует...